Привет, друзья! Меня зовут Валерия и вы на канале Эко Кукинг. Я так давно мечтала делать ореховую пасту дома. И вот моя первая арахисовая паста. Натуральная, домашняя, идеальная. Блендер Роу Мит Самурай продолжает меня радовать. Перед тем, как готовить арахисовую пасту, подготавливаю арахис. Обязательно вымачиваю его в течение ночи. Тем самым активирую и частично избавляю от фитиновой кислоты. Ореховая паста из замоченных предварительно орехов усваиваются лучше, проверены на себе. Далее подсушиваю в дегидраторе или на слабом огне в духовке, не выше 100 градусов. И только потом поджариваю его в духовке при 180 градусах до золотистого цвета. Остужаю и очищаю от шелухи. Вот теперь арахис готов. Итак, засыпаю в чашу блендера подготовленный арахис. Добавляю соль. Накрываю крышкой и вставляю толкатель. Объем чаши данного блендера 2 литра. Поэтому очень важно использовать не менее 400 грамм орехов. Иначе толкатель не будет доходить до массы, а нож будет просто прокручивать в холостую. Выстраиваю второй авторежим согласно инструкции и включаю блендер. Данный авторежим предусматривает работу блендера не дольше 90 секунд. Далее переведу на ручной режим скорости, выставив практически на максимум. Время работы блендера интенсивно помогаю толкателям. Термонаклика показывает, что масса нагрелась до 45 градусов. Поэтому на время останавливаю работу блендера и даю ореховой массе слегка остыть. На этом этапе паста уже почти готова, но еще не идеально гладкая. Продолжаю взбивать. Посмотрите, какая идеальная арахисовая паста получилась. Роу Мит Самурай справился со своей задачей на отлично. Раскладываю арахисовую пасту по баночкам и храню в холодильнике. Для получения сладкой пасты во время взбивания можно добавить очищенные финики или сироп тупинамбура. Не забывая помыть чашу блендера, наливаю теплую воду с добавлением небольшого количества соды. И недолго взбиваю в импульсном режиме. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Как всегда, рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Делитесь своими фотоотчетами в инстаграм. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем добра и до скорых встреч. Пока-пока.